Я бы хотел поговорить о нескольких вещах, о природе того, что мы все делаем. И многие из вас будут знакомы с классическим сценарием, который выглядит следующим образом. Вы где-то находитесь и встречаете новых людей. Скажем, сидите в самолете, который совершает дальний рейс. И в какой-то момент вы разговариваете со своим соседом. И вас интересует, чем он занят по жизни. Поэтому вы спрашиваете своего соседа, чем занимаешься? Ну, я работаю консультантом по IT. Ладно, круто. А ты чем занимаешься? Ну, я музыку делаю. О, круто, на каком инструменте играешь? Ну, это сложная история. Я работаю с компьютерами. И тогда все становится очень запутанным. Потому что один из вариантов развития, так ты диджей? Ты такой, нет, но... Или просто вешаешь паузу. Поэтому большой вопрос. Чем на самом деле мы занимаемся? Как это людям объяснить? И как это определить для себя, что так же полезно? И я понял, что на самом деле это множество задач. И начинается все с игры. Потому что в какой-то момент мы все играем. В широком смысле я бы хотел крутить ручки, запускать клипы, двигать фейдеры. И все это как игра. Потому что я убежден. Все, что мы делаем в режиме реального времени — игра. С некоторым участием тела. Думаю, буду прав, если скажу, что по крайней мере 95% современной электронной музыки содержат элементы игры. Лично для меня это очень важно. Потому что это что-то, что дает интуитивный доступ и позволяет экспериментировать с инструментами. И это приводит к другим вещам, о которых я скажу позже. Но, конечно, игра — это лишь небольшая часть. И вот здесь появляется сложность. Мы не просто игроки. Некоторые из нас виртуозы. Вы действительно можете творить чудеса при помощи мыши и окошка клипа. Я не такой, но знаю таких людей. Вы можете виртуозно владеть контроллером. Я таких людей видел. И, конечно, мы композиторы. На мой взгляд, композитор отличается от исполнителя тем, что он творит не здесь и сейчас. Сочинительство требует больше времени на обдумывание, чем на процесс. Перемещение клипов, выбор нот их дублирования, принятие решения о структуре вашего лайфсета — я имею в виду лайфсета в Блитон Лайф — уже является композиционным подходом. Потому что мы принимаем решения, которые определяют результат. Итак, мы — композиторы. Мы — исполнители, мы — виртуозы, мы — композиторы. Дальше. Большинство из нас являются исполнителями. Причем некоторые выступают, потому что им это просто нравится. Другие — потому что им это нравится, и они должны это делать. Ведь гастроли — неплохой источник дохода, больше, чем продажа записи сегодня. Этот факт вынуждает их выступать, даже если они предпочли бы провести время в студии. Если вы инструменталист, для вас выступление не отличается от игры. Для нас же в большинстве случаев все совершенно иначе. Если вы записали партию баса в студии, на сцене вы ее уже не повторите. Каждый раз вы делаете что-то совершенно новое. И это означает, что вам нужно записать свой лайф заранее. Даже когда вы пытаетесь собрать лайф-сет из готовых треков, вы на самом деле начинаете сочинять снова. Вы сочиняете и выбираете свои инструменты для композиции. Какие MIDI-контроллеры я использую? Какой доступ я хочу иметь? Где импровизация? А какие вещи я просто проигрываю? Все эти решения — это новый навык. Это беспрецедентный навык. Это то, что каждый раз мы открываем для себя заново. К тому же это позволяет таким червям, как мы, заниматься не только IT, потому что мы должны работать и с машиной, и с программистами. Никогда ранее не было так легко перейти от создания музыки к работе над самим инструментом. Всего один клик в Max for Life. Всего один клик в Native Instruments Reactor. Всего один клик, и вы изменили Кама скрипт. Перед нами множество способов кардинально изменить происходящее. И это захватывающе, это потрясающе, но это также довольно опасно, так как можно потеряться. И это натолкнуло меня на интересную мысль. О, и конечно же, вы можете переделать оборудование, так что вот вам еще одна заморока. Так вот, если вы скажете кому-нибудь, хорошо, я программист, я композитор, я исполнитель, я мультиинструменталист. Это уже выглядит подозрительно, ведь очень маловероятно, что вы хороши во всем этом. Так что мы всегда должны принимать решения, мы должны идти на компромиссы, мы должны сосредотачиваться. И думая об этом, я понимаю, почему некоторые люди, например, используют пресеты. Потому что их внимание сосредоточено не на звуковом дизайне, их основное внимание уделяется созданию структуры, что справедливо. Тогда как другие люди, такие как я, мы прекратили писать красивые мелодии. Потому что это просто не моя история. Я не очень хорош в этом, поэтому я этого не делаю. В результате мы получаем очень неоднородную группу людей, делая очень разные штуки с одними и теми же инструментами. И это очень круто. И это подразумевает, что каждый из нас должен экспериментировать. И именно здесь, на сцене, тема успеха-неудачи. Нам нужно поэкспериментировать, чтобы выяснить, чего мы хотим. Потому что ваш лайф-сет — это пустой лист бумаги. И нет строгого правила, как превратить его в готовую композицию. И каждый раз мы открываем его, чтобы начать снова. У вас есть шанс попробовать что-то новое, попробовать что-то, чего раньше мы не делали. Тем не менее, пробовать новое сложно. В первую очередь, у вас должна быть идея. Во-вторых, вы должны принять тот факт, что пробовать новое надо. Результат эксперимента нельзя угадать. Так что это вызов. Гораздо проще сделать очередную барабанную петлю, брать те же аккорды снова и снова, только потому что это работает. Но у такого подхода нет будущего. Поэтому всегда есть некое напряжение, когда, делая то, что вы умеете, и стараясь это улучшить, вы пытаетесь попробовать сделать что-то еще и вырасти. Это подводит нас ко второй теме. Это работа наедине с компьютером. Проект Monolike родился как дуэт. Мне это нравилось как самоутворчество, так и вдохновение, которое я получал от работы с другим человеком. Но история изменилась, и я стал сольным музыкантом. И я должен был справиться с этим. Мне помогла фактически компьютеризированная композиция. Звучит здорово. В основном это выглядит так. Как по мне, циклические повторяющиеся лупы довольно скучны. Поэтому я настроил барабанный паттерн, состоящий из нескольких треков с автоматизацией. Фактически это аналог человека, работающего с микшером, который то и дело выводит одни партии и заглушает другие. Причем не важно, что именно играет в данный момент. Главное, что это отличается от предыдущего. А я пока делаю что-то еще. Программирование баса или поиск нового звука идет постоянно. Поэтому я использую компьютер как разумную вещь, и он меня удивляет. То же самое касается сложного синтеза, модульных систем, например. Вы что-то меняете, и вдруг случается то, чего вы не ожидали. Вы можете объяснить, если разбираетесь в модулях, но вы это не предвидели. И это создает интересное взаимодействие. Гораздо более интересное взаимодействие, чем если бы вы играли, скажем, на гитаре, потому что на ней вы получаете довольно ожидаемый результат. Это уникальный способ взглянуть на электронику и возможности компьютеров иначе. Но есть что-то еще, что подводит нас к инструментам. Много классных инструментов, которые нам нравятся, результат лишь нескольких разработчиков. А часто история прекрасных инструментов сводится вообще к одному человеку. Скажем, Lindram, скажем, PPG Wave. Два инструмента, которые я просто обожаю. Порой они неудобные, странные, но они фантастические. И вы можете четко ощущать в них личность. И поэтому, когда вы играете с ними, вы фактически взаимодействуете с идеями человека, который их создал. Это взаимодействие не нейтрально. Это не белый лист бумаги, который строго следует математическим правилам. У него есть недостатки, у него есть преимущества. Оно не линейно. Оно обладает всеми свойствами, которые вам так нравятся в дуэте. Таким образом, моя электронная студия заполнена личностями. И когда я туда иду, я взаимодействую с этими персонажами. Хороший способ увидеть это. И, конечно, это взаимодействие отчетливо чувствуется во время лайва. Вот уж точно живое выступление, где вы публично работаете, наблюдая за результатом. Я знаю многих моих коллег, включая самого себя, кто использует лайв в качестве теста. То есть я пишу трек на 95% или, может быть, даже на 50% и играю его. Вижу, как люди реагируют на определенные моменты и тут же помечаю. Хорошо, это слишком громко, это неправильно, а это просто мусор. Это классно, но должно быть намного громче. Таким образом, полезно взаимодействовать с аудиторией, чтобы многое понять. И этот эксперимент может провалиться. Со мной это случается не часто, но иногда я играю что-то, что в студии кажется просто фантастическим. И вот когда я играю это перед аудиторией, я замечаю, что на самом деле трек не так хорош. Это классический провал. Но неудачи прекрасны, потому что они указывают на будущее, в то время как достижения указывают на прошлое. Если вы достигнете чего-то, вы говорите, что вчерашний день был действительно замечательным. Если вы терпите неудачу с чем-то, окей, завтра я переделаю партию баса. Это прекрасно, так как у вас появилась идея, что делать дальше. Без неудач? Зачем делать что-нибудь еще? Итак, эксперименты нужны. И они могут привести к неудаче. Мы говорили об этом. И иногда эксперименты занимают гораздо больше времени и намного меньше удовлетворяют, чем вы надеетесь. Это надо принять. Но проблема в том, что вы не узнаете, если не попробуете. Поэтому время от времени надо просто делать это. И еще, что заставляет меня экспериментировать, когда вы думаете о великих достижениях, будь то искусство или наука или что бы то ни было, достижения всегда исходят от людей, которые сделали шаг вперед и перепробовали все. Если я экспериментирую довольно долго, но не получаю результата, это все равно не отменяет тот факт, что другие мои попытки потребовали так же много времени, но были полезны. Есть довольно старый пример. Прошло почти 10 лет. Я решил, что на концерте мышка неуместна. А в то время не было миди-контроллера, который бы позволил делать все, что я хотел бы. Поэтому, как опытный инженер, я решил, что могу его сконструировать сам, с одним коллегой по Аблитон. Мы принялись работать над очень крупным миди-контроллером, с несколькими сотнями светодиодов, ручек и кнопок, для полностью дистанционного управления Аблитон в режиме сессии, для доступа ко всем функциям. Нам потребовалось более полугода. И при этом, я постоянно думал о том, что в то же самое время мог бы написать и выпустить уже две или даже три пластинки, вместо того, чтобы конструировать глупый миди-контроллер, который ничего, скорее всего, не изменит. Это просто очередной миди-контроллер. Но мы решили закончить, потому что потратили уже довольно много денег. Как оказалось, последующие пять лет я выступал только с ним. Он изменил мои лайвы более радикально, чем это случалось раньше. Но были моменты, когда я считал эту затею полным провалом. И я счастлив, что не сдался тогда. Хочется вспомнить еще один проект, который, возможно, больше, чем любой другой мой проект, бросил вызов тому, что я знаю, бросил вызов тому, как я работаю. И подвел меня к пределу моих возможностей. Это мое лазерное шоу «Люмьер». Где-то лет пять назад я решил поработать с лазерами, потому что меня опросили сделать кое-что для одной галереи. И потому что меня интересует визуальное искусство. Мне интересно аудиовизуальные выступления и все такое. Но раньше я не ставил этого главу угла. Так сложилось. Просто не было опыта. Пять лет назад я решил, почему бы и нет, я могу это сделать. Я взялся за разработку этой лазерной установки. И это заняло еще больше времени. Но главное, вышло довольно неплохо. Я был доволен и очень взволнован. Потому что увидел в лазере еще один почти музыкальный инструмент. Ну, по крайней мере, лазер в сочетании с софтом, который я написал для него. Люди то и дело спрашивали меня, а ты концерты с лазерами делаешь? Я отвечал, нет, потому что это слишком дорого и сложно. Но вы знаете, если люди спрашивают часто, вы задумываетесь, а может стоило бы? И в какой-то момент я решил, хорошо, давайте попробуем. Это было три года назад или около того. И я был очень наивен. А взгляд новичка бывает полезен. Я думал, 20 лет я делаю музыку с компьютерами. Я знаю о программировании, и у меня есть опыт работы с лазерами. Так насколько сложно мне собрать аудио-визуальное шоу? Получается, раньше я делал его по частям, не так ли? Я потратил несколько месяцев на программирование и придумал первую версию Lumiere, которая в значительной степени была основана на концепции музыкальных лайвов на Lake. То есть я импровизирую, запускаю клипы и меняю параметры с помощью миди-контроллера. К визуалу я подхожу точно так же, как работаю с аудио. И вроде все было в порядке. Людям нравилось, ведь это что-то новое. И лазеры действительно впечатляют. Поэтому довольно часто их применяют. Но после пяти выступлений я почувствовал, что независимо от количества репетиций, я не достигаю той сложности, которую хотел бы. После десяти выступлений год спустя, я понял, что шоу на самом деле ужасно. Я больше не мог продолжать, не мог больше этого видеть, я это возненавидел. Это действительно очень плохо, и если бы не те фантастические лазеры, люди просто разорвали бы меня на счастье. Единственное, что они говорили, это «Ого, лазеры!». После следующего выступления я вообще заплакал и пошел в гостиницу. Очень хреново чувствовал себя по этому поводу. Тогда я решил, что есть два варианта. Либо я полностью откажусь от лазерного материала и вернусь к музыке, либо я перезапускаю шоу с нуля. И с самого начала думаю о том, какого результата я хочу и как могу его достичь. Я выбрал второй вариант, который включал полгода программирования. И уже через две недели столкнулся с проблемой, которую не знал, как решить. Это злило меня, ведь загрузка процессора достигла десяти тысяч процентов, а я не видел способа справиться с этим. Я решил, что притащить в студию 500 суперкомпьютеров не вариант. И вот тогда я нащупал выход. Следующая попытка была основана совсем на другом подходе. Он заключался в том, чтобы автоматизировать все, чтобы каждая деталь шоу была запрограммирована. Так мне удалось согласовать гораздо больше элементов шоу, с гораздо большей детализацией, где каждый звук и каждый визуальный элемент сочетаются идеально. С того момента все, что я сделал, все в лаве. Я что-то помещаю и затем немного меняю детали. Я совершенствую структуру. Выступление хороший способ сделать это. При этом другие свои выступления я никогда так тщательно не автоматизирую. Но в этом случае тотальная автоматизация оказалась лучшим решением, которое я только мог принять. До сих пор я рад каждому выступлению, как и завтра, например. Оказалось, попробовать снова было отличной идеей. Кроме того, это научило меня довольно интересным образом, что мне необходимо разделить свои задачи. Я отделяю программирование от выступлений и от работы над лайвами. Поддерживая таким образом личность, разделенную разработчика, композитора и исполнителя, без смущения от того, что же из этого выбрать. Тот факт, что ваш инструмент так легко изменить, является самой большой опасностью. Нам проще добавить 7, 9 или 11 струн на гитару сразу, вместо того, чтобы на самом деле добавить треку смысла. И самое большое обязательство, на мой взгляд, это заявить. Давайте не будем усложнять, давайте работать с тем, что у нас есть. Я считаю, что это время изобилия заставляет нас думать иначе, чем раньше, когда все были счастливы, если была возможность использовать просто шесть каналов одновременно. Теперь я бы сказал, если вы не можете сделать композицию на восьми дорожках, нет, если ваша композиция занимает 16 дорожек, но звучит не так, как хотелось бы, попробуйте восемь, возможно, будет лучше. Не 64. Потому что иногда проблема в сокращении, а не в добавлении. Кажется, это очень просто. На практике это очень сложно. Проблемой может стать и экран компьютера. Управляться со многим порой сложно. Я считаю, что самый большой подарок, который вы можете получить, это когда люди обсуждают вашу музыку. И это возвращает меня к теме отказа в очень жесткой форме. Ведь так больно, когда люди работу критикуют. Но это идеальная ситуация, чтобы сделать шаг назад и задуматься. Есть ли в этом разумное зерно? Имеет ли смысл то, что говорят эти люди? И здорово прийти к выводу, что нет, на самом деле это не имеет смысла. Я знаю, что кому-то это может не нравиться, но это именно то, что я хочу выпускать. Это здорово, потому что это показывает, что идея сильнее внешнего влияния. И это подводит меня к идее создания чего-то нового. Однажды я провел семинар для школьников. Я показал свои лазерные работы, и один ребенок, а это были маленькие дети, сказал, почему вы используете эти странные звуки? Я подумал, что если бы я использовал, скажем, Iron Beat Rake, это ничего бы мне не дало. Потому что в них нет ничего, что резонировало бы со мной. Это даже не стало бы возможностью для развития. То, что сегодня звучит странно, завтра станет стандартным. Или то, что сегодня звучит странно, завтра будет забыто. Мы не знаем, но должны попробовать. А если это не звучит странно, ну тогда это звучит как все, что мы слышали раньше. Так что давайте сделаем более странные шумы. Чтобы закончить этот небольшой монолог, я хотел бы рассказать об одной записи. Я бы хотел сначала ее поставить, не говоря много. Однако обратите внимание на хоровые сэмплы, которые в ней используются. «Все нельзя замесить хотя бы, как все из Just their moral» Я не ворвлите, так и не забывайте это. Это как шумы. Я回 верну 잉erле, потому что доставляете Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, здесь очевидно используются хоровые сэмплы Первый сэмплер был представлен в 1979 году компанией Fairlight Более-менее доступным он стал в начале 80-х И первый доступный сэмплер был изобретен в 1985 году компанией Ensonic, 5 лет спустя А это запись 1975 года И сэмплов в ней нет И это не какая-то экспериментальная, продвинутая электроника Это группа 10CC, SoftRock У них была идея У них была идея сделать песню Которая полностью основана на наших собственных голосах А затем добавить все остальное поверх Все, что они тогда сделали Довольно подробно описано в сети Вот почему я могу рассказать вам это Они начали записывать собственные голоса Спили одну ноту Затем сделали длинные ленточные петли при помощи микрофона, стоящего в студии И имеющего длинную ленточную петлю, бегущую вокруг студийного пространства Далее они наслоили голоса трех таких человек Поющих одну ноту трижды Затем написали таким же образом следующую ноту На петлю другой длины И перезаписали все эти ленточные петли На одну 16-канальную ленту Или, возможно, на две синхронизированные 8-канальные В результате они получили одну хроматическую октаву В виде очень длинных лупов, повторяющихся по ленте с разными циклами Затем они отправили эти 12 записей На 12 каналов микшера И пока бежала лента Двое или трое из них одновременно Перемещали фейдеры вверх и вниз Для создания аккордов И это замечательно Но это еще не конец истории Вы слышите странный, как будто замороженный Гранулярно-реверберационный хор на заднем плане Как они это сделали? Они обнаружили этот эффект, когда опустили один из фейдеров не полностью Поэтому, оставив все эти 12 фейдеров слегка открытыми на минус 30 дБ Они получили такое вот постоянное шипение всех 12 нот Поэтому они подписали все каналы И получили новый музыкальный инструмент Что позволило уже в 1975 году записать вот такую музыку И это, конечно, явно не провал Это огромный успех Но я бы сказал, что это очень смелый эксперимент Потому что никто ранее такого не делал По крайней мере, не в контексте поп-музыки Я имею в виду, что нечто похожее встречалось, конечно, в экспериментальной музыке Но это совсем другая история Они потратили на это много времени А я полагаю, что время студии было тогда совсем недешевым Таким образом, они сделали довольно серьезные инвестиции В попытку чего-то Что по итогу оказалось действительно круто Кстати, еще одна незначительная деталь Базбочка в этой записи — это минимук Вот она Сыграно вручную Что ж, это была моя вступительная речь Желаю вам фантастически провести здесь время И надеюсь, что вы раскроете свою креативность Или станете в десятки раз более творческими Потому что полны новых идей Потому что смотрите теперь и на вещи иначе Потому что нашли новый способ делать что-то Или же чувствуете облегчение Потому что получили уверенность в том, что делаете Я желаю вам фантастического времени Спасибо Ролик перевел и озвучил Вадим Кассе Если он был вам полезен Пожалуйста, ставьте лайки и расшаривайте запись